Дело в том, что душа человеческая, она, если просматривать, находится в таком ромбе в груди человека. И когда она в этом ромбе находится, то она плавает подобно рыбке. И больше всего, когда душа человека красивая, или когда человек душевно красивый, а какой это душевно красивый человек? Это человек, у которого есть любовь, счастье, смиренность, у которого есть самоудовлетворение, доброжелательство, доброта, принятие, вера в себя, который занимается саморазвитием, сопереживает, удивляется и так далее, восхищается, любит. Вот когда душа такая, то все эти грани такой души, рыбка становится очень красивой. Она становится как разноцветной, радужной, бывают золотые рыбки, это очень большая редкость. Но часто бывает, что просматривая, видишь красивую рыбку, красивую душу, а у нее несколько пиявок висит. Что это за пиявки? Это плохие привычки. Бывают люди, которые душой-то красивые, сопереживательные, теплые, умеют прощать, умеют быть доброжелательными, добрыми. А иногда и все, и превращаются в монстров, становятся вредными. Ну и совсем страшные такие рыбки бывают. Это когда люди чувствуют вину, беспокойство, беспокоятся о здоровье. Уязвимые, ревнивые, нервные, отчаявшиеся, боящиеся все время. В одиночестве, в горечах, сожалениях, в разочарованиях, беспомощности, безысходности, вредности, бурчания, злости, раздраженности и так далее. Видите, как все по-разному. И вот такая душа обычно у человека, который похожа на рыбку кое. Я считаю, что рыбки это проявление человеческой души, поэтому у каждого своя. Пусть она у нас будет похожа на рыбок кое, а то у многих она похожа на лягушек. Почему? Жабка вместо души. Почему? Так завидует человек всему и так ненавидит весь окружающий мир, что вместо души жабка плавает.